Здравствуйте! Меня зовут Светлана и вы на нашем канале Сан Света Светланы. Мне 64 года. Почему вы спросите, я выгляжу так хорошо? Каждый день вечером во время ужина я выпиваю бокал домашнего красного вина. Если хотите узнать, в чем же секрет нашего вина, что он так воздействует на женщину, что она выглядит на 20 лет моложе, чем на самом деле, оставайтесь с нами. Надеюсь, вы поняли нашу шутку, друзья. Ну, немножко хотелось нам под вино и немножко так, чтобы было вам и весело. Сказала я в предыдущей части видео о приготовлении вина, что встретимся мы с вами через 2-3 недели. Реально получается, что видео мы снимаем через 2,5 месяца после предыдущего видео. Вино от этого только выигрывает и мы получаем более качественное и красивое вино. Вам я говорила в предыдущем видео, что когда мы привезем его в квартиру и при последующем переливании и процеживании, что все бутли у нас будут заполнены максимально. Вот как вы и видите, под самую вот эту трубочку, чтобы не попадало вино, максимально мы заполнили вот эти наши бутли. Садили мы вино уже 3 раза, да, Вадик? Вот мы переливали, снимали с осадка и в чистые, сейчас, в чистые бутли переливали. Очень важно, чтобы бутли у вас были чистые, вымытые, хорошо и сухие. Тогда и вино у вас получится хорошим. Сразу скажу всем, кто смотрит и очень щепетильно относится ко всем процессам приготовления вина. Мы с Вадиком любители, любители вина. Мы не профессионалы, но книгами пользуемся, изучаем тщательную литературу. Не первый год мы делаем. Вино нам нравится, так как мы делаем. Надеюсь, что те, кто делали по нашему рецепту, вино у них тоже получилось. И тоже получилось замечательно. Скажу, что просуммировали мы все количество сахара, которое мы добавляли за весь этот период к вину. У нас получилось 250 грамм сахара на 1 литр будущего вина. В течение этих трех раз, когда Вадик процеживал, мы сейчас немножечко я все расскажу, и Вадик вам покажет, как он это делал все. Мы пробовали, естественно, вино, ну а как же без этого? Молодой же хочется сохранять и бодрость духа. И если нам казалось, что вино кисловато, я добавляла сахар. Как это делаю? Отливали немного в кастрюльку, насыпали сахара необходимое количество, и немного я прогревала на огне при постоянном помешивании. До кипения не доводить, чтобы теплое, пока сахар растворится. Остывал сахар вместе с вином, и после этого, когда уже у меня такая получалась очень вкусная, сладкая, масса, вот тогда мы уже переливали обратно в бутыль, закрывали и ставили для дальнейшего созревания. В принципе, в литературе пишется, что можно один-два раза процедить и уже ставить полностью под затвор, под крышки плотные, и убирать помещение для хранения. Ну, вот мы таким образом ставим, воздух уже, конечно, не так интенсивно выходит, раз в неделю может что-то булькнуть впоследствии. Ну, вот таким образом у нас в течение месяца-двух после последнего этапа, которое было в предыдущем видео, вот так стоит вино в квартире. Температура, при которой должны стоять бутли, идеально 12-15 градусов, и не попадали, чтобы солнечные лучи. У нас, как правило, вот этот бутыль светлый, как правило, все бутыли темного цвета, но еще мы ставим в мешок, хотя солнечного света нет, но все-таки. Закрываем, чтобы совершенно везде была темнота. Сейчас Вадик сольет вот в этот бутыль вино, и вы будете видеть, сколько осадка после трех раз сливания и процеживания, и какой прозрачности, какого цвета наше вино. Сейчас при переливании будем использовать ту же самую конструкцию, палочку вместе с трубочкой. В предыдущем видео я подробно рассказывала, какая должна быть ее высота, какая, все, в общем, посмотрите предыдущее видео, друзья. Так, Вадик опускает в бутыль с вином. Кстати, еще хочу сказать, что при вот таком двух-трехкратном переливании вина, вино еще и обогащается кислородом. Это тоже очень благоприятно воздействует на качество вина. Еще очень важно, акцентирую ваше внимание, чтобы посуда была чистая, чтобы все-все было предельно чистым, так как вот все эти нюансы влияют на то, что вино может заболеть, или какая-то пленка образуется. Несмотря на то, что мы не профессионалы, я этому уделяла большое внимание при изучении приготовления вина. Вино немного изменило, естественно, цвет. Оно уже не такое красное. Более... Какого вот... Оно даже очень приближается к коньячному цвету. Вино Вадик перелил, и мы никогда не жалеем 50-100 грамм, если остается внизу немножко более мутноватого вина, мы его выливаем, для того, чтобы окончательное вино, которое мы оставляем на хранение, было максимально чистым. Посмотрите, какое красивое получается вино. Цвет его очень красивый. Вот такой, знаете... Ну, я не знаю, во всяком случае, на наш взгляд, оно очень благородное, очень красивое. Не должно быть оно и сильно ярким. Самое главное, чтобы оно было вкусным и красивым. Мы после этого этапа можем переливать вино уже для дальнейшего долгого хранения в бутылки и укупоривать. Какие бутылки мы используем и как мы это делаем, дальше расскажем. Для хранения вина выбираем только темные бутылки. Светлые бутылки для красного вина не подходят. Вот мы долгое время собирали бутылки из-под шампанского, они зеленого цвета. Объем их правильный. Для как раз одного вечера то, что надо. И все бутылочки, которые вы здесь видите, они все темные. Старались собирать, у знакомых просили, если кто-то какие-то напитки употреблял, вот нам такие бутылки передавались. И обратите внимание, вот эти бутылки мы декорировали сами. Техника называется декупаж. Приклеивали сверху вот такую натуральную шпагатик или веревочку. Правильно я говорю, Бач? Шпагат, да. Ну, для того, чтобы и красиво было, и чтобы можно было поставить на даче на деревянный стол, который Владик сделал своими руками, и выпить хорошего домашнего вина. Летом мы такое вино разбавляем один к одному водой. Замечательно утоляет жажду. В летний, самый жаркий день, то, что надо. Вино у нас получается, у нас есть вот эти все приборы, но, честно вам скажу, друзья, мы не профессионалы, и поэтому несколько раз мы пытались вот это все измерять, это все настолько заумно и не нужно нам, мы не занимаемся производством, мы для домашнего использования делаем красное вино, что мы стали впоследствии полагаться только на свой вкус и на свое состояние после того, как мы выпьем это вино. В состоянии мне нравится. Знаете, такое легкое-легкое приятное ощущение хорошего настроения, но вот сильно, чтобы мы выпили и охмелели, такого нет от нашего вина. Прозрачное. А, еще, знаете, один нюанс хочу сказать. Вот читала в книге, что когда вы наливаете красное вино в бокал, или когда вы взболтнете его в бутылочке, пена должна образоваться. Но, если вино качественное и хорошее, то эта пена буквально за 2-3 секунды уйдет. У нас есть видео, мы на втором нашем канале, на кулинарном, снимали, крылышки жарили. И видео, мне кажется, ну вот буквально, может быть, вчера-позавчера вышло на втором канале. Так вот, когда я там наливала вино, там видно, пузырьки вот эти образовались, и они буквально сразу ушли. Вот это говорит о том, что вино хорошего качества. Храним мы такое вино, вот таких плотно укупоренных бутылков. Я даже, друзья, в первое время заморачивалась, посмотрите, специально покупала свечки парафиновые, и заливала сверху, чтобы доступа кислорода не было, чтобы вино хранилось в правильных условиях. Еще Вадик мне сделал такой ящик, у нас есть, что вино наше все хранится вот в таком состоянии лежит. Для того, чтобы пробка и все было максимально в вине, чтобы не было кислорода вот в этой верхней части. Тоже читали, хотелось все сделать правильно. Вот эти две бутылки, друзья, мы, честно говоря, если бы мы не стали снимать это видео, мы про них уже и забыли. Это самые первые бутылки, самого первого вина, когда мы сделали. Когда мы прочитали, какого года эти бутылки, мы сами опешили. Вот эта бутылка 2011 года, это ей уже 11 лет, друзья. А это тоже 11. Мы сначала делали не только виноградное, у нас в лесу очень много терна, и мы делали терновое вино. А оно там написано, что там, Вадик, я сверху не вижу. Вино терновое, крепленое, с корицей и гвоздикой. Крепленое, это значит, мы добавляли спирт. Полусладкое. Ух ты. Друзья, не знаю, боимся открывать, хочется открыть, получить вкусный, сладкий напиток. Но еще я хочу сказать, что вот у меня книга очень хорошая есть о вине, о выращивании винограда. Мы в первое время еще и пробовали и наливки делать, и травы добавляла, и спирт. В конечном итоге мы пришли к тому, что мы делаем вот такое вино, самый простой, легкий способ. Вино получается вкусным, настроение всегда хорошее, и на 20 лет я выгляжу моложе. Друзья, ну, вы понимаете, что шутим, конечно же, но все может быть, все может быть. В литературе рекомендуют столовое вино, которое сделали в домашних условиях, для длительного хранения, пастеризовать. Но мы этого никогда не делали. укупориваем в бутылки, укупориваем в бутылки, кладем горизонтально, температура не всегда у нас бывает 15 градусов, летом высокая температура. Два года у нас стояло максимальное вино от момента приготовления, ничего с ним не происходило, оно не бродило, не прокисало, ничего, ну вот, никаких изменений не было. В последнее время он парафин не использовал. Не использовал. Просто крышкой все. Ну, Вадик очень хорошо подгоняет вот эти пробочки. Еще хочу сказать, что по нашему наблюдению вино на второй год, к концу второго года, становилось еще более вкусным и немного более светлым его цвет был. Все, друзья. Друзья, наслаждайтесь вином, которое сделали вы сами. Боже, какой красивый цвет. Посмотрите. Очень красивый. Гарантия того, что вы знаете, что вы пьете. Виноград, который сами выращиваете. Знаете, чем вы его обрабатывали, как вы его поили, кормили и как ухаживали. Надеемся, что наше сегодняшнее видео и настроение вам поднимет, и, возможно, мотивирует вас для создания своего собственного вина. Это не сложно. Главное, ну вот, чтобы я выделила самое главное в процессе. Главное, чтобы чистые были банки все. Это имеет значение. Часто очень об этом говорю, но это действительно имеет значение. и правильно снять виноград. Вот у нас всегда получается, что мы снимаем виноград где-то с 1 по, ну, я так скажу, до 10 октября. Выбираем солнечные дни, чтобы виноград был сухой, чтобы не было дождей, вот тогда на нем и правильные грибки, и правильные бактерии. И он тогда очень красивый, сухой и чистый. Все, друзья, присоединяйтесь, всех приглашаем. Желаем вам всего самого-самого хорошего. Будьте счастливыми. Счастливые люди осчастливливают других людей. Желаем вам всего самого хорошего и уже очень скоро увидимся на нашем канале Сад Света Светланы. Заглядывайте к нам и на второй канал, на кулинарный. Там с вином вкусные крылышки мы ели. Ну, ты хоть попробуй. Я? Да. Ну, вкусная и очень красивая. Очень вкусная. Очень вкусная. Вы знаете, я в прошлый, я не помню, в прошлый раз пробовала или нет. Мне казалось, немножко оно насыщен. Ну, такой красивый, очень красивый вкус. Но, летом обязательно разбавлять. Все, друзья, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok